10 часов воскресного утра, значит на телеканале ПС, итоговый выпуск 7 дней в регионе. В прямом эфире с вами Светлана Дейнека. Здравствуйте. Телефон в студии 639717. Если какая-то из тем затронет душу, звоните, а в программе расскажем. Братья и сестры, в Архангельске прошла презентация фотоальбома под таким названием. Уникальный проект внучки академика Дмитрия Лихачева Зинаиды Курбатовой, как продолжение творческой линии Федора Абрамова. Автора фотоальбома ждем сегодня в студии. Архангельск чистит перышки. Форум – веский повод провести ревизию состояния улиц, дворов, скверов. Избавляемся от лишнего снега, ненужных строений и пессимистического настроения. О степени готовности расспросим градоначальника Игоря Годзиша. Мизенская роспись японцам, короба американцам, птицы счастья – всем без разбору. Поморские народных дел мастера знают, что должны увести гости форума с Архангельской земли. А чтобы долго помнили, мы их венечком. Сфера гостеприимства тоже на низком старте. Заметное событие этой недели, которое отмечала вся страна, причем буквально вчера – третье годовщина присоединения Крыма и Севастополя к России. В Архангельске в честь этого на праздничном концерте пела Алена Апина. А в Наринмаре этой дате посвятили традиционные соревнования по кроссу на снегоходок. На Кубах – героя Советского Союза Артура Челенгарова. Отважный полярник лично открывает заезды. Так было и на этот раз. Наша коллега Ирина Буйновская находится в эти дни в Наринмаре как почетный гость праздника. Она была в гуще событий и поделилась своими впечатлениями. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мне посчастливилось присутствовать в городе Наринмаре, Нининский Афануно-округ на гонках на снегоходах Буран. Это 21-е соревнования на Кубах героев Советского Союза, героя Российской Федерации Челенгарова Артура Николаевича. Много именитых гостей в этом году. Это и Артур Николаевич, который в своей родине открывал эти гонки. Он дает первый старт до заезда женщин. И в этом году один из именитых гостей это Геннадий Онищенко, который прямо сегодня сюда прилетел из Крыма. Это очень приволично, потому что сегодня Россия отмечает объединение России с Крымом. В этом году 56 участников, из них 12 женщин. Особенность в том, что все года, 20 лет, было 4 групповых, возрастных групп, а в этом году 5. В этом году включили юниоров. Это уже новшество. То есть это категория с 18 до 25 лет. Гонки проходят очень активно. Очень много зрителей, которые поддержатся. Родственники, это друзья. Гостей много, настроение хорошее. Из Архангельска очень много гостей. Очень много встречаем знакомых, обнимаемся, разговариваем, делимся впечатлениями. Погода очень повезла. Солнечно, не морозно, очень комфортно. Ну и, конечно, я бы очень хотела с вами со всеми поделиться тем настроением, которое сейчас, и теми чувствами, которые я сейчас испытываю. Ну что ж, Ирина прекрасно передала нам свое солнечное настроение. Спасибо. А мы возвращаемся к теме Крыма. Спустя три года после вхождения Крымского полуострова в состав России, всеобщая эйфория от исторического воссоединения перешла в осознанное убеждение. Решение, принятое в 2014 году, было верным. Это подтверждают данные соцопроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения. Итак, с утверждением «Крым – это Россия» согласно 97% опрошенных. В том, что воссоединение принесло стране только пользу, уверены 78%. Год назад убежденных в этом было 60%. Но 13% респондентов считают, что событие трехлетней давности все-таки причинило России вред. 89% опрошенных отметили, что воссоединение с Россией пошло на пользу и самим крымчанам. При этом граждане не согласны с тем, что Крыму и Севастополю сейчас необходимы финансовые преференции. Только 10% респондентов заявили, что эти регионы должны получать больше средств из федерального бюджета. Абсолютное большинство опрошенных, 84%, уверены, деньги новым субъектам должны выделяться на равных с остальными регионами Российской Федерации. Последнюю позицию. Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский так прокомментировал газете «Известия». Негативных тенденций в общественном мнении не отмечается. Крым и Севастополь стали привычными регионами России и воспринимаются так почти всеми. Граждане не ассоциируют их с какими-то проблемами или угрозами. И если теперь они стали такими же регионами, как остальные, то и их финансирование должно быть адекватным. Эта позиция общества тоже стала консенсусной, подчеркнул политолог. Кстати, данные, опубликованные в ЦИОМОМ, подтвердили и архангелогородцы, которых наша съемочная группа опросила в минувшую субботу на празднике. А зачем вам давать Крыму? Ой, Крыму от этих, Украине. Они вам американцам отдали бы. Крым российский. Я считаю, что если наша земля, она должна быть нашей. И это законно, и это легитимно. Я одобряю. Если бы по дуру все его потеряли, но не наша вина. Правители. Страна наша больше стала. А вот посмотрите, считаете ли вы, что у Крыма должны быть особые условия, особые премьеренции, особое финансирование? Нет. Пусть как и мы. А теперь посмотрим, какие еще темы и события были актуальны для жителей региона на уходящей неделе. Тема строительства мусороперерабатывающего завода и полигона для твердых бытовых отходов близ Рикосихи продолжает волновать дачников Северодвинска. На уходящей неделе презентацию проекта для группы активистов в правительстве региона провел областной министр природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин. Людям показали ролик о том, что свалка будет современной, безопасной, обустроенной по немецким технологиям и мусороперерабатывающий комплекс, соответствующий. По словам министра, на своих окраинах Северодвинск, Архангельск и Новодвинск за год сваливают почти 220 тысяч тонн мусора. Его-то и планируют отвозить и перерабатывать на новом комплексе. А район Рикосихи выбран не случайно. 40 гектаров идеальной земли, отдаленность от больших населенных пунктов, наличие подъездных путей. Своими коленями я ползал, грубо говоря, за 4 года, как инженер, всю Архангельскую область и вот остановились на этом участке. Потому что, ну, и по строительным нормативам, и по экологическим, ну, грубо говоря, очень подходит. Мы эти свалки существующие рекультивируем, чтобы негативного воздействия на окружающую среду, которой сейчас они оказывают, как бы не было. Поэтому ставится вопрос о создании современного полигона и о закрытии этих существующих свалок, которые никаким нормам сейчас не соответствуют. Но дачники не согласны с выбором места и не верят в новые технологии. Они собрали уже более 2,5 тысяч подписей против размещения полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода на Рикосихе. Продолжить разговор они предлагают на публичных слушаниях в Северодвинске, куда в письменном виде пригласили министра природных ресурсов и ЛПК Доронина. Главный аргумент, чтобы у нас оставить хотя бы где можно отдохнуть человеку, именно выехать в чистый уголок. В Котласе на дневной прогулке в детском саду 6-летний ребенок получил травму, перелом ключицы. Обнаружилось это только под конец рабочего дня, когда мама привезла сына в приемный покой Котласской городской больницы. После детского сада родители обратились в приемное отделение по рекомендации работников детского сада. Значит, ему были проведены необнатимые диагностические мероприятия, диагностирован вот перелом левой ключицы и наложена иммобилизация. В дальнейшем он проходил лечение в детской поликлинике и завершил его с выздоровлением. Факт несвоевременного оказания медицинской помощи был подтвержден в ходе прокурорской проверки. Виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Медсестра в детском саду больше не работает. Наказан и руководитель дошкольного учреждения. 9 марта 2017 года мировым судью судебного участка номер 2, исполняющий обязанности руководителя образовательной организации, признана виновной в совершении данного правонарушения с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. В Коряжме на уходящей неделе стартовала 6-я спартакиада воспитанников детских домов Архангельской области «Будущее со спортом». Отборочный тур для Южной конференции. Участвуют команды из Яринска, Сальвичегодска, Котласа, Коряжмы, Илинска-Подомского и впервые сборная Красноборска. Открыли спартакиаду игры по флорболу. Кроме этого будут лыжные гонки, настольный теннис, дартс, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол. Организаторам сразу удалось создать на соревнованиях дружескую атмосферу. В то же время все команды настроены решительно. Не секрет, что наш Яринский детский дом – один из сильнейших детских домов, который занял первое место в финальных соревнованиях, которые прошли недавно в декабре в городе Коряжма. Поэтому мы преследуем самую высокую цель – это победа. Я думаю, что эмоций будет очень много. Запомнится сегодня эти матчи. В общем, я не знаю, но победим мы в любом случае. Встречи в рамках отборочного этапа будут продолжаться до 20 мая. Сильнейшие представители Южной конференции отправятся в финал спартакиады, который пройдет в Северодвинске в декабре этого года. Старшие ученики Вельской художественной школы готовятся сейчас к выпускным экзаменам. Этому учреждению в 2017 исполняется 42 года, что означает крепкие традиции, устои, достижения. Главное, ребята получают здесь качественное академическое образование по классу рисунок, живопись, композиция, скульптура. И имеют высокие шансы для продолжения обучения в профильных техникумах и вузах. Дети-то стали другие, детишки немножко другие. Они уже, ну не знаю, может они повзрослее немного, мне так кажется. Или я глупее становлюсь, не знаю. Они меня уже жизнь учат, что-то рассказывают. Уже у них нужно учиться многим вещам. А у тебя начинает лучше работать, допустим, глазомер. Это в очень многих профессиях может пригодиться. Цвета ты начинаешь видеть немного по-другому. Ты начинаешь видеть какие-то дополнительные вещи, которые раньше ты мог просто не замечать. А в Новодвинске совет ветеранов архангельского ЦБК провел конкурс «А ну-ка, бабушки». Это командное состязание, подготовка к которому уже стала для участниц событием. Ведь нужно было придумать костюмы, девиз, название команды, разучить тексты выступлений и песен. Дачный сезон еще не начался, а долгая зима надоела. Так что бабушки с удовольствием включились в процесс. Получился добрый праздник с приставкой «в первый, но не в последний раз». Хотели выглядеть, ну как бабушки, но получились как дамочки. Ну ничего, вообще девочки у нас серьезные, активные такие. И слова, конечно, учили эту неделю усиленно. Продолжаем. В эти выходные в Архангельске находится известный тележурналист Зинаида Курбатова. Она же родная внучка академика Дмитрия Лихачева. На этот раз цель приезда Зинаиды – презентация роскошного фотоальбома «Братья и сестры», ставшего по сути творческим продолжением знаменитого романа нашего земляка Федора Абрамова. В издании – иллюстрированный рассказ об абрамовских местах и жителях Архангельской глубинки. Презентация прошла в субботу в гостиных дворах. «Братья и сестры» – книга необычная. Это и подборка ярких фотографий из разных уголков Архангельской области, и рассказы о людях, живущих в северных деревнях. Труд Зинаиды Курбатовой и Леонида Арончикова – это и впечатление городских жителей, и одновременно взгляд профессионалов, рассказывающих о судьбах русской глубинки. Тележурналисты побывали с творческой экспедиции в Лешуконе, Мизине, Устьянском, Холмогорском районах и, конечно же, на Пенежской земле. Это дань, это приношение нашему русскому северу, это наше уважение, восхищение этим краем, этими жителями, вами. Я сама с Пенеги, у меня отец в Пенежской, я на Пенеги школу заканчивала. Вот оно все родное. Туда езжу почти каждый год. Такие выразительные фотографии, очень выразительные такие. Очень качественные. Люди такие, чисто русские, лица деревенские такие простые, добрые. Работа над книгой «Братья и сестры» стала для тележурналиста Зинаиды Курбатовой еще одним большим публицистическим проектом на «Русском севере». Издание увидело свет при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Вы знаете, этот альбом, он на самом деле такой сигнал. Сигнал того, что мы находимся, ведь являемся детьми не айфонов, небоскребов и бетонных набережных. Мы дети деревни, которая создавала Русь, укрепляла и в трудную минуту становилась точкой опоры и точкой нового отсчета на том или ином этапе. Этот альбом как раз рассказ об этом и посыл молодым людям, которые встают на ноги, что вот где находится Русь изначально. Несколько экземпляров альбома «Братья и сестры» отправятся на родину Федора Абрамова в Веркалу, в местный музей. Кроме того, книгу получат и участники Международного форума «Арктика. Территория диалога», до которого остается чуть больше недели. Артемий Заварзин, Денис Линчевский. «Семь дней в регионе». Сегодня Зинаида Курбатова в гостях в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте, Светлана. Я напомню нашим телезрителям телефон прямой линии 639717. Звоните, задавайте вопросы. А сейчас мой вопрос. Зинаида, я ведь не случайно до этого назвала ваш фотоальбом роскошным. Я имею в виду, что для тех людей, кого вы запечатлели в нем, о ком вы рассказали, это действительно дорогой подарок. Это ведь обычные труженики, глубинки, архангельской глубинки. Они, в принципе, не привыкли к вниманию. Естественный вопрос. Как они вас принимали, когда вы приезжали в экспедиции? Быстро ли соглашались на фотосессии? Как у вас происходил рабочий процесс? Вы знаете, что это всегда очень непростая вещь, потому что нужно с человеком подружиться, нужно к себе расположить, нужно понять, что он хочет сам услышать, что ему важно. Поэтому невозможно наскоком делать, прибежать, начать спрашивать тут же. Но это так же, как я уже такой журналист, ваш коллега, с опытом. Так же, как и для телевидения невозможно это сразу вот так вот сделать быстро, если ты хочешь хорошее интервью получить, хорошие портреты. Люди-то, конечно, необычные все. То есть у нас так принято говорить, вот это простые труженики. Но вот для меня они все-таки совсем непростые, невероятные люди. Это те последние настоящие крестьяне, которые еще жали серпу, которые работали в колхозах, еще на быках даже пахали. Поэтому это последнее, то, что нас связывает с нашей исторической культурой. Я бы сказала вот так. То есть идея отправиться, скажем так, по следам Федора Абрамова, это по следам его романа, это именно продолжение вот этой идеи, успеть рассказать об этих людях, которые уходят от той эпохи? Да, конечно. Конечно. Я вообще очень люблю пожилых людей, как журналист. И мне всегда хочется успеть записать, успеть записать вот эти рассказы невероятные. Когда я в Петербурге работала, то, конечно, это и Блокадников, прежде всего, да, самое главное событие, которое в нашем городе было за три века. Вот. Ну а здесь у вас такие невероятные люди. Да, все началось с моей любви к Федору Абрамову. Затем мы с Леонидом снимали фильм под названием «Бабья доля» к юбилею победы. Фильм этот прошел на нашем канале «Россия-24». И тогда вот мы искали, и нам помогали коллеги искать тружеников пожилого возраста. И тогда мы поняли, что надо их еще и фотографировать, и надо еще все это записывать, и надо как-то делать. Потому что телевидение, сами понимаете, это что-то такое, что сегодня-завтра помнят еще неделю. Потом это проходит. Все наши телезионные продукты, которые мы делаем, какие бы хорошие они ни были, они забываются. Да, живут они мало. Да. А вот это предмет, который останется, и у этих людей он останется, у их детей, внуков. Может быть, где-то в музее. Вот вчера нам говорили, что хорошо бы в библиотеках было, хорошо бы в школьных библиотеках, да, чтобы дети смотрели. И потом еще у меня, так сказать, несколько было таких моментов. Вы понимаете, сейчас очень много такого мутного всего, вот, наносного, да, такого всюду, да, и в средствах массовой информации, и в жизни нашей, и в литературе, и в искусстве, да. Очень хочется какую-то настоящую ноту услышать. И вот эти люди, это и есть то настоящее, то, чем мы должны гордиться. Вот мы, русские, очень мало как-то, у нас принято себя ругать, в нашей культуре даже принято. Мало собой гордимся, как-то мало понимаем, что нам есть чем гордиться. У нас мощнейшая культура, как раз север, русский север, это то, что нашу культуру сохраняет. Я не хочу сейчас цитировать, но и Дмитрия Сергеевича, да, моего дедушку Дмитрия Сергеевича Лихачева, и Ксению Петровну Гемп, и Федора Абрамова, но это все можно прочесть, где как раз говорится о том, что север сохранил нам и ремесла, и архитектуру, то, что было в других районах, в других регионах уничтожено, то, что пропало, да, и потрясающие пейзажи, и люди, которые не знали крепостного права, и татар-монгольского ига, совершенно потрясающие. Поэтому нам есть чем гордиться, и вам. Вы со стороны себя не видите, а мы-то видим, какие вы замечательные. Но, тем не менее, ведь вот в вашей семье, наверное, где-то вот у вас должно на генетическом уровне остаться, скажем так, хотя бы мягкая нелюбовь к Архангельской области, ведь ваш дед Дмитрий Сергеевич Лихачев давал здесь срок на Соловках, и это время было для него тяжелое, и по его воспоминаниям, и по вашим рассказам. Как у вас так получилось, что не осталось вот этой вот генетической нелюбви, а наоборот? Вы знаете, что интересно, дедушка, когда был, учился еще в школе, их повезли, школьников, да, учитель повез на север. И у него есть об этом воспоминаниях, что на него произвело огромное впечатление. То есть, если он был школьником, это, значит, был какой-то 20-й год, наверное, 21-й, может быть, что-то такое. И тогда у него вот это на всю жизнь у него запечатлелось, как они путешествовали, каких людей они видели, какие высокие северные избы, какая-то была красота. Он фольклористом никогда не хотел быть, он тогда хотел быть лингвистом, но неважно, он тоже записывал рассказы бабушек, дедушек и все. Когда он попал в Соловецкий лагерь особого назначения, тут ведь, понимаете, с одной стороны, да, это был лагерь, с другой стороны, он сам пишет, что он впервые побывал, вот когда их привезли из Кемии на этом пароходе Глеббоки, их привезли, и он впервые увидел большой монастырь северный. А для него, как тогда он уже написал два свои диплома в университете, для него это была, конечно, история, митрополит Филипп, а это, как любой монастырь, а Соловецкий особенно, это сосредоточение книжной учености, и когда их повели через Никольские ворота со стороны Святого озера в монастырь, то он снял свою студенческую фуражку и перекрестился, хотя могли быть неприятности из-за этого, но для него именно вот он в монастырь попал, хотя там были остатки монахов уже тогда, да, потом он работал там в музее, музей был как бы антирелигиозный, но это все у него описано очень хорошо, на самом деле там спасали иконы, и то, что осталось еще от монастыря, сохраняли, то, что удалось сохранить, и поэтому у него никакой ненависти не осталось, несмотря на то, что он несколько раз там мог погибнуть, и были страшные истории, которые он даже не описал в своих мемуарах, которые потом я уже узнала, от потомков людей, которые с ним сидели, например, то, что его в карты проиграли, в зэке, и каким образом он спасся, там, это отдельная ситуация, у него никакого не осталось негативного, да, потому что... — Поэтому у вас этого духа в семье не было, да, это... — Ну, у нас был в семье дух, понимаете, как во многих интеллигентных семьях, был дух того, что, ну, вот, за всеми следят, да, КГБ, там, прослушивая телефоны, вот это все было, конечно, советские чиновники, вот, в Ленинграде была такая тяжеловатая ситуация в 70-е годы, у нас же вот на дедушку и нападали, и квартиру нашу поджигали, сейчас как-то об этом уже, так сказать, стало не так... — Синадия, я знаю, что вот буквально через несколько часов в гостиной-дворах вы, скажем так, в узком кругу, а может быть и не в узком, проведете лекцию, расскажете о своем деде. — Да, да. — Мы можем пригласить сейчас, может быть, кого-то? — Конечно, да, пожалуйста, приходите на лекцию, у меня будут фотографии из нашего семейного альбома, о Соловках я отдельно расскажу, о Соловке мы тоже снимали фильм, и тоже Леонид там фотографировал места, связанные с Лихачевым, поэтому я это все покажу, а там будут уникальные фотографии, которые дедушка сам снял в 66-м году, когда он приехал на Соловки, впервые после лагеря на научную конференцию, так что, конечно, мне хотелось бы видеть Архангела Городцев и с удовольствием поделиться своими учреждениями. — Это в 15 часов гостиные дворы сегодня. — Да, да. Гостиные дворы — это музей же, правильно я говорю? — Музей, да. И заодно мы можем там, там люди смогут познакомиться, если они домарончиком, сегодня много о нем говорили, но как-то вот мы его не показали, не познакомили. — А он очень скромный, он стеснительный, вот он решил, что ну что же он придет и что-то будет еще тут говорить коллегам, вот, а вы и так хорошо работаете. — Спасибо вам большое, спасибо, что были с нами в это утро. — Спасибо, спасибо. Теперь к главной теме этой, предыдущей и будущей недели. Международный арктический форум все ближе. 29 и 30 марта Архангельск станет большой переговорно-презентационной площадкой. А мы, жители областного центра Северодвинска, Новодвинска и Приморского района, проявим все свое природное северное гостеприимство. Как бы не ругали темпы, качество, объем приготовлений к приему гостей форума, по большому счету, это уже сейчас все работает на нас. В том, чтобы Архангельск, как крупный арктический город, приглянулся форумчанам, лично заинтересованы первые лица города и области. Особое внимание со стороны администрации Архангельска и коммунальщиков к уборке снега и наледи. Ночью на очистку городских улиц выезжает до 100 единиц техники. За последний месяц они вывезли почти 70 тысяч кубометров снега. За сутки выводится порядка 5 тысяч кубометров снега со всего города. Основные объекты – это центральные улицы города. Ломоносово, как видите, сейчас грузим на разделительном газоне. То есть вывозим снег с обочин газона, с прилегающих территорий, въездов, площадок. Приводят в порядок также площадь возле морского речного вокзала. Здесь во время форума городская служба спасения откроет выставку спецтехники, работающей в Арктике. Сейчас вы видите, идет вывозка снега, подготовка территории. Убираются вдоль причала в снег. И, соответственно, вот здесь делается проход в виде деревянного тротуара от Сафу, для того, чтобы гости могли комфортно пройти. Свой вклад в благое дело подготовки города к значимому событию вносят и коллективы предприятий. Например, сотрудники Архангельской геодобычи своими силами навели порядок на улице Суворова. Мы все очень любим наш город. Я, например, коренная Архангелогородка. И я считаю, что любовь нужно доказывать не лозунгами и какими-то там криками, а именно делами, встать и не лениться, не стесняться. В этой трудовой акции приняли участие почти 70 работников предприятия. Итог – 440 тонн убранного снега. Более масштабный уже общегородской субботник собрал накануне порядка 300 человек. Сотрудников УФСИН, МЧС, службы судебных приставов, чиновников городской администрации и областного правительства. Общими усилиями от снега и наледи заметно очистили набережную Северной Двины, проспект Чумбара-Волочинского, территорию театра драмы, парки и скверы на набережной. Соответственно, основная задача для организованной, скажем так, части – это уборка наших пешеходных дом, уборка вокруг памятников, памятных мест. К масштабному событию улучшают городской ландшафт. Идет снос заброшенных ветхих домов, которые давно просились на утилизацию. Горсвет, наконец, занялся теми линиями уличного освещения, которые долгое время не работали, поскольку являются бесхозными. Так уже почти полностью переведен в рабочее состояние участок у торгового центра «Прага» на набережной. Заменены светильники, завершается монтаж линий электроснабжения. Мне, конечно, нравится. Будет красота, светло, чистенько. Ну и уютно очень будет. Буду всегда ходить гулять. Также в ближайших планах предприятия – восстановление участков наружного освещения на набережной Северной Двины, на участке от улицы Шубиной до улицы Садовой, на мосту через реку Юрос и на улице Парковой. Зона особого внимания – главная площадка проведения форума – САФУ. Специально к арктическому форуму здесь строят два больших павильона. Идут ремонты в основном корпусе, убирается и вывозится снег с территории. Весенняя погода тоже работает на город, но без человеческого участия ни в этом месте, ни в остальных округах Архангельска не обойтись. Поэтому темпы приложения общих усилий к наведению порядка не снижаются. Мы призываем всех выйти на субботники, прибраться у себя во дворе, прибрать какие-то общие пространства в городе. Это будет очень замечательно, здорово, когда мы все вместе, сплоченной командой, выйдем и начнем прибирать свой город. Второй общегородской субботник запланирован на 25 марта. Ближе к этому числу станет известно время и место его проведения. Вадим Федосеев, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Игорь Годзиш, глава администрации Архангельска с нами в это утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Игорь Викторович, Вы только что посмотрели вместе со мной сюжет. Что скажете? Обо всем мы рассказали? Обо всех приготовлениях? Или что-то, может, осталось за кадром? Ну, практически обо всех. Обо всем том, что делает город. Конечно, трудно было показать все точки, в которых работали люди, в которых работали организации. Ну, в целом, показали все. Вот к форуму мы улицы приберем. Это уже всем понятно. И спасибо за это форуму. За кадром останутся дворы. Их состояние сегодня даже без комментариев. Но, тем не менее, не зря говорят, прямо процитирую, что двор сегодня это не больше, не меньше, а новая единица политического измерения. Не зря же «Единая Россия» запустила партийный проект по благоустройству дворов. И вот мы подготовили материал, Ирина Ившина. Давайте посмотрим, потом продолжим обсуждение. О необходимости превратить российские дворы в комфортные городские пространства федеральная власть заявила на январском съезде партии «Единая Россия». Регионам была озвучена беспрецедентная сумма, которую Москва готова потратить на благоустройство дворовых и парковых территорий – 20 миллиардов рублей. Образцовыми становятся города, в которых комфортно жить. Парки удобные для того, чтобы прогуливаться с колясками. Велосипедные дорожки, дворовые территории, понятные и принимаемые жителями. В Архангельске благоустройством придомовых территорий уже занимались. В 2011 году была запущена программа по ремонту ста городских дворов. Но тогда акцент был сделан на восстановлении дорожного покрытия. А людям нужны также игровые площадки, места для парковок, клумбы. «Что у нас только качелька, крутилочки нет, скамеечки, чтобы, например, в песочнице сидела мама и тут же был ребенок». На благоустройство дворов Архангельская область только в этом году получит 254 миллиона рублей. Из них больше 100 миллионов останутся в областном центре. И здесь главное не прозевать. Ведь когда государство дает деньги, то ожидает активное участие со стороны получателя. В нашем случае именно жильцы должны придумать свой идеальный двор. Изначально жители должны просто изъявить свое желание. Неважно как. Это будет коллективное обращение, это будет обращение от управляющей компании, от жителей или от собственников ТСЖ. Все жители, которые обратились, но вдруг не попали в эту программу в этом году, все пожелания будут учитываться в 2018-2019. Проект рассчитан до 2022 года. Подать заявку на благоустройство двора можно как в виде готового проекта со сметой, так и в виде набора пожеланий. Список дворов, которые попадут в программу, определят к лету, чтобы успеть выполнить все работы до первого снега. К слову, приоритеты дадут проектам с софинансированием. Именно такой план предложили соломбальцы, жители многоэтажки по улице Советской. Они оплатят 5% стоимости работ по преображению своего двора. Вот там мы планируем осуществить посадку деревьев, кустарников, развести клумбы вдоль всего нашего двора, также восстановить асфальтовое покрытие около пешеходной части проездов, отремонтировать проезды с этой стороны дома и с другой стороны дома, потому что они все разбиты. Не останутся в стороне и управляющие компании. Им поручено принимать пожелания жителей обслуживаемых домов и помочь с составлением проекта сметной документации. К тому же через управляющую компанию легче наладить диалог между соседними домами и создать общее дворовое пространство. Мы первоначально выслушиваем совет дома, а далее мы будем заказывать проект, и проектировщик уже будет по месту смотреть, что и где разместить на данном участке, который закреплен за домом. Активно занимаются своими дворами и в районах области. Так, в Котласе на участие в партийном проекте поступило уже 14 заявок. Одна из них – от жителей дома на Маяковского, 26. За полувековую историю дома полное благоустройство двора здесь не проводили ни разу. Много тут старушечек посидеть надо. И вот на пюжу на первом этаже, без балкона, без всего, белье посушить надо или там похлопать, или что-то. Ничего уже нету. Все уже старое и сломано. Сначала услышала это по центральному телевидению, а потом услышала по архангельскому телевидению. Ну и тогда мы решили, что нам надо тоже подать заявку. Все объекты, которые построят во дворах в рамках программы «ЖКХ и городская среда», передадут на ответственное хранение жителям. Дальше ремонтировать детскую площадку, вывозить мусор, ухаживать за кустами и клумбами. Они будут за свой счет через управляющие компании, ТСЖ или советы домов. Ирина Ившина, Дмитрий Ушков, Виктор Коноплев. Семь дней в регионе. Игорь Викторович, ну что скажете, успеем мы 100 миллионов за лето вложить в благоустройство архангельских дворов? Ну я думаю, что успеем. Тут самое главное – это позиция самих граждан. То, что мы сегодня должны не просто принять где-то в органах власти, одной, второй, а то, что должно быть обсуждено на общих собраниях и получить поддержку. То есть те дизайн-проекты, которые представлены, они должны получить поддержку того двора, неважно, сколько управляющей компанией или ТСЖ вокруг этого двора собралось. Они должны быть оценены людьми и сказать, люди должны сказать, да, мы поддерживаем, мы готовы в этом участвовать. Это, кстати, общий принцип для всего, в том числе и для того, чтобы разбивать сугробы в своих дворах, для того, чтобы этот сугроб быстрее растаял. Это в части подготовки дворов сейчас. Кроме дворов, благоустройства, вот этот партийный проект, он охватывает и парки, архангельских парков и скверов. Это коснется? Получим мы какие-то средства на это? Обязательно. У нас сегодня определен, ну, пока предварительно партийным проектом, тот лимит, который будет выделяться на парки-скверы. Безусловно, у нас задача в 2017 году – закончить работы по Петровскому скверу. Очень много сделано в прошлом году. В этом году стоит задача закончить. И, наконец-то, мы надеемся, что ко дню города, в городе Архангельске, появится знаменитая беседка «Грина», о которой уже несколько десятилетий ведется разговор, проектные работы закончены. Я думаю, что на следующей неделе уже, значит, коллеги приступят к изготовлению самих элементов беседки. Соответственно, городская администрация сейчас занимается теми необходимыми вопросами экспертизы, потому что место историческое, которое необходимо провести. Думаю, что должен проект сложиться. Ну и, безусловно, еще одно знаковое место для горожан, достаточно давно уже город занимается, это называли парк на улице 23-й гвардейской дивизии. Вот с точки зрения площади, которая там, это скорее тоже сквер, мы занимаемся им, там необходимо откорректировать проект, потому что там несколько уменьшился земельный участок, общий объем затрат на порядка 55 миллионов рублей. Ну, я не думаю, что это мы успеем сделать за год, потому что в любом случае насаждение и так далее требует определенной тщательности и требует времени. Но это вот вторая задача, которая необходима, уже запланирована на 2017 год. На этой неделе в Архангельске прошел форум управляющих компаний, и одна из тем, которая там обсуждалась, это, ну, скажем так, организация по новым правилам вывоза твердопытовых отходов. Я знаю, что эта проблема, она актуальна для всей страны, не только для Архангельска или для нашей области. Здесь две стороны. С одной стороны, у нас есть многоквартирные дома, там уже есть договоры, там вроде бы осуществляется вывоз ТБО, но часто подводят спецорганизации, которые этим занимаются, поэтому дворы могут там зарастать, что и было у нас, в принципе, уже даже в этом году в Архангельске. С другой стороны, есть частный сектор, где люди, в принципе, даже не знают о том, что они должны, оказывается, платить за вывоз мусора, потому что всю жизнь это за них делал муниципалитет. Теперь правила игры поменялись, теперь все в одинаковых условиях. Но это же большая реформа, это, по сути, революция в этой сфере. Какие планы, что у нас сейчас происходит, что в Архангельске? Безусловно, я ожидаю достаточно в каком-то этапе негативного отношения владельцев частных домов. Но, с другой стороны, мы сделали пилотный проект в прошлом году, когда на одной из территорий, где в основном наличествуют частные дома, поставили контейнер и потом отправили организацию с попыткой провести опрос и заключить договора. Вы знаете, из 10 близлежащих домов частных, 8 согласились заключить договора. То есть принцип, который нужно будет реализовывать здесь, обязательность понятна, законом определена. Но вначале создать площадку, поставить туда контейнер, потом люди, увидев место, что оно создано, они уже идут на контакты, они выходят на заключение этих договоров. Революция как раз в том, что раньше у них не было обязанностей такой. Сегодня она появляется. Ну и вторая ключевая сегодня задача для города. Нам, безусловно, сегодня нужен контактер в лице регионального оператора. Потому что масса вопросов сегодня, которые... Вот люди их видят. Вот я на прошлой неделе заезжал на улицу Котловска, я посмотрел, там очередная наша помойка стоит. Вот опять эта секция для крупногабарита переполнена и так далее. То есть периодически. Сегодня региональный оператор, собственно говоря, будет задавать правила игры. Город будет выполнять свою часть, в части расчетов определенных. Но региональный оператор – это руководящий и направляющий орган. И одновременно сторона по контракту. Для всех. И для управляющих компаний, и для компаний логистических, которые будут заниматься вывозом, для компаний, которые будут заниматься переработкой. То есть это достаточно такой очень серьезный орган. Я его сравниваю с фондом капитального ремонта. Определенным образом. То есть это скорее некий финансовый инструмент, но при этом он участвует везде. Он принимает работы, он определяет правила игры, он отслеживает, как реализуется, и несет ответственность. Соответственно, для города, конечно, сегодня вот такой контактер нужен. Поэтому мы за то, что чем быстрее совершится конкурс, чем быстрее будет выбран региональный оператор. А вот напоминаю гражданам о том, что это компания, которая минимум 10 лет будет работать на территории города Архангельска. Она уже как-то не что-то известна? Ну, конкурса пока нет. Но что радует, что сегодня на общественное обсуждение вывешена схема обращения с отходами. И я знаю, что достаточно много уже организаций, которые профессионально занимают, в том числе общественных организаций, высказали свои замечания к этой схеме. Это очень хорошо. Это говорит о том, что сегодня, ну, по крайней мере, специалисты, они неравнодушны к тому, что происходит, и они свое мнение высказывают. Спорь рождается истина. Поэтому это только в плюс для города. Вообще, когда заходит речь о сфере ЖКХ, то, в принципе, принято ругать. Ну, как-то даже неприлично хвалить коммунальщиков за что-либо. Даже сейчас, когда вывозится снег, вроде бы... Вот сегодня еду с таксистом, а он говорит о том, что, да зачем, так бы расставил. И ходили бы по лужам, и ничего страшного. Но я знаю, что вы в канун профессионального праздника поздравили и поблагодарили тех работников водоканала, кто самоотверженно, буквально по щиколотку в воде, устранял аварию на тысячнике. Да, это было. И сам до сих пор считаю себя энергетиком, потому что прошел эту школу, и как-то по жизни всегда с ней сталкиваюсь. Я знаю, насколько тяжело приходится этим людям. Во-первых, всегда есть прессинг, потому что кому-то не оказывается услуга, и они отнюдь не расположены рукоплескать тому, что этой услуги нет. А с другой стороны, очень тяжелая работа. Физически тяжелая работа. Зачастую выполняется в таких архи-кромешных условиях. Ну, тысячник, это был такой показатель. И сверху сыпался снег, и ветер, и вода внизу, и все. И коллеги, я применю, наверное, такое слово, как самоотверженно работали. Было за что награждать. Хотя я читал комментарии и так далее. Ну, это дело лично частное, кто как воспринимает такую ситуацию. Но у нас сегодня с вами не только праздник работников жилищно-коммунального хозяйства. Я хочу и поздравить работников торговли и бытового обслуживания. Для города это огромный сектор. Это все то, что называется городскими сервисами. Те люди, которые приносят комфорт в наши дома. Поэтому всех с праздником. Всем самых лучших пожеланий. И, кстати, один из моментов, который позволяет сегодня надеяться на то, что сервис в нашем городе будет расти, это тот же самый форум. Очень жесткие требования к компаниям, осуществляющий сервис по целому направлению. И то, что у нас сегодня люди пытаются подтянуться и соответствовать такому уровню, только в плюс для всех, для каждого из нас горожан. Когда мы с вами будем приходить в ресторан, и этот ресторан кормил гостей форума. И если они удержат эту планку, это порадует весь наш город. Игорь Викторович, зашел разговор о форуме. На ваш взгляд, что Архангельск получит, когда станет постоянно площадкой для проведения арктического форума? Для меня это прежде всего планка, это прежде всего уровень. То есть мы должны будем соответствовать очень высоким требованиям, которые предъявляются к подобного рода площадкам. Площадкой я называю здесь весь город. Не надо локализовать эту историю до Ломоносовска и Октябрьского округов. Уровень задан, конкуренция в сфере есть. Соответственно, люди будут пытаться притянуться под те уровни, которые есть в центре. Это один момент. Во-вторых, у нас есть масса проектов, таких как, например, Соломбальская свобода. Он еще в самом начале, он в зародыше, развивается. Это туристический проект. Мы должны наших гостей не просто кругом бегом, как говорится, прошли по площадкам форума, что-то обсудили и разъехались. Многие люди готовы остаться, что-то посмотреть дополнительно, чем живет город, что в нем есть красивого, куда отсюда на соседней территории можно слетать, съездить и так далее, что-то посмотреть. Поэтому открываются определенные перспективы именно для бизнеса города Архангельск с предоставлением вот такого пакета услуг, такого пакета предложений. Ну и, безусловно, когда такого рода форумы проводятся, проявляется интерес у крупных инвесторов к площадкам. Игорь Анатольевич уже говорил о том, что две, по крайней мере, крупных сетевых структуры, которые занимаются гостиничным бизнесом, проявили интерес к этой площадке. А гостиница – это новые рабочие места, это уровень сервиса. И много что за собой тащит, с точки зрения даже косвенной. Где-то они будут стирать это белье. То есть очень много таких вопросов, которые развивают территорию. Поэтому я надеюсь, что не только этот форум будет у нас раз в два года. Я надеюсь, что, как мы говорили с коллегами из правительства Архангельской области, у нас есть нечетные годы, есть четные. Но подчетным тоже будет определенная площадка, которая будет работать на развитие города. Это добавляет работы всем нам и городской администрации. Но я думаю, что самое главное в этой истории, чтобы нас поддерживали граждане города. Те люди, которые здесь живут. И понимали, что это не то, что так искусственно сюда насаждено. Это дает возможность нам всем стать лучше. Игорь Викторович, спасибо за разговор. Спасибо, что пришли сегодня к нам в эту студию. Обязательно приглашаем вас снова. Когда вы берете время, приходите к нам сюда пообщаться. Мы продолжаем. Мизенская роспись, крагопольская игрушка и даже летающие коровы. Поморские мастера ждут гостей арктического форума. Большая выставка развернется в гостиных дворах, где будут представлены авторские работы знаменитых на весь мир архангельских предприятий. Нам действительно есть чем гордиться и не безосновательно. Доказательства собрал Артемий Заварзин. Только ручный труд. Только авторские изделия. Руководитель беломорских узоров Ксения Карельская может часами рассказывать о каждом рукотворном изделии мастеров. За полувековую историю предприятия их выполнено тысячи. Они нашли место в домах северян, были увезены как сувениры в другие регионы и даже на другие континенты. Деревянные короба всегда радуют американцев, японцы в восторге от мизенской росписи. Что вывозят с собой на памяти, а как правило? Конечно же, это наши знаменитые щепные птицы. Это, кстати, изделие наше запатентованное. Знаменитые птицы счастья уже готовятся прилететь на Арктический форум. Их, речики беломорских узоров, заготовят свыше тысячи экземпляров. В создании северного чуда, как выяснилось, хитрости нет. Туловище и крылышко. То есть две части у щепной птицы? Да. Кроме щепной птицы, специально из Каргополя на форум приедет глиняная армия белых медведей. Будут и другие сувениры. Все они разместятся в специально сшитых сумках из хлопковой ткани. То есть, возможно, даже такие сумки получат первые лица государств, которые приедут на нашу форум? Да, конечно. Гости форума увезут из Архангельска на память не только подарки и сувениры, но еще и оденутся по последнему слову поморской моды. Вот в такие замечательные свитера, шарфики с традиционными северными узорами. Ну, а в дополнение вот такая вот шапочка. Одним словом, гости Международного арктического форума станут настоящими поморами. А когда наши гости полетят в родные края, вместе с ними полетят и холмогурские коровы. Да-да, именно такие тоже можно приобрести в качестве сувенира. Поскольку Архангельск также является родиной холмогурской породы скота, поэтому летающая корова у нас тоже улетает далеко из Архангельска. Это холмогурская резьба по кости. Это тоже старый древнепоморский промысел, который вообще возник в незапамятные времена. И от каких-то простых утилитарных вещей уже перешли к украшениям и к каким-то таким тоже вещам, которые тоже вот как бы характеризуют промыслы Архангельской области. Кстати, о промыслах добыча водорослей один из них. Архангельский водорослевый комбинат тоже готов многое рассказать гостям Арктического форума. Нисколько о разнообразии продукции, сколько о возможности поставлять ее для арктических нужд. Витамины и микроэлементы, особенно йод, остро необходимы в суровых условиях Заполярья. У нас вся продукция натуральная. У нас химии нет абсолютно. Поэтому она уникальна. И вообще, это уже ученые доказали, что чем ближе к полюсу, тем трава, водоросли, растения больше богаты витаминами и микроэлементами. А благодаря умельцам из творческой мастерской Архангельский пряник гостям форума и по Чумбаровке гулять не придется. Вот же она, эдакая козуля в 3D формате. Дома, лавочки, деревья, фонари, пряничную композицию. Эксклюзивно первой увидела наша съемочная группа. Повезет и гостям форума. Такие композиции, конечно, очень трудоемкие. Сначала необходимо сделать выкройку, затем испечь определенные детали. Данные проекты, конечно, рождаются обычно не так быстро, но в этом случае проект родился на эмоциональном подъеме. Ярмарка изделий мастеров художественных промыслов пройдет первый день арктического форума в гостиных дворах. И вновь работы северных умельцев получат прописку по всему миру. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Денис Линчевский. Семь дней в регионе. Если посмотреть список официальных мест размещения гостей форума в Архангельске, то становится очевидно, что большинство из них будет сосредоточено в Октябрьском и Ломоносовском округах. В южной части города находится только один гостевой комплекс – «Поморский дом». Почему выбор организатора форума пал на него, выяснил Алексей Карельский. В насыщенной программе Международного арктического форума значительное место отведено к культуре русского севера. Для некоторых участников знакомство с ней начнется, что называется, с порога этого поморского дома. Его хозяева Ольга и Алексей Артемьевы несколько лет назад превратили просторное семейное гнездышко в гостевой комплекс, отдав дань традициям и наследию предков. Для гостей мы специально создавали антураж, собирали разнообразные фотографии наших предков, поморов, прялки, корзины, жернова. Ну, то есть это все люди привозили из деревень. Была такая идея собрать библиотеку, мы ее назвали как «Поморская библиотека», чтобы гости нашего города могли ознакомиться с какими-то историческими фактами города. Осенью 2016-го на Поморский дом обратил внимание Росконгресс, забронировал чудо-терем целиком на время проведения форума. Скажите, так почему же, на ваш взгляд, обратились именно к вам? У нас есть свой колорит все-таки поморского быта, поморского дома. И дом построен под стиль поморских изб. Этот зал, так называемая «Поморская гостиная», принимал и свадьбы, и банкеты, даже для деловых встреч его арендовали. Теперь здесь приветят участников форума. Правда, немного. Комнат в Поморском доме всего четыре. Зато уют, покой и индивидуальный подход гостям обеспечен. Атмосфера деревенского отдыха соблюдена здесь в стенах, может, в высоком потолке, с балками, да, и спится здесь великолепно. Гостям форума хозяева предложат отдохнуть в бане. Дело парения, массажа они учились у признанных мастеров. На пологе подстилка, в данном случае из пихты, дабы мышцы расслабились. В руках пять-шесть веников. Головушку закрывая холодными миниками, ему там вполне комфортно. А специалист уже работает с его телом. С ногами, со спиной. Как ощущения-то? Состояние блаженства. Такие процедуры – лучшие средства от простуды. Впрочем, в этой бане гости лечат не только тело, но и душу. Как заново родился? После парилки – травяной чай с медом. В общем, если и вкушать поморский дух, то по полной. Нет сомнений, что участники арктического форума его оценят. Впрочем, он закончится. А радушие и гостеприимство в поморском доме на Дачной, 28, останется. Алексей Карельский, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Тему размещения гостей форума продолжим с Тимуром Антипиным, руководителем отдела продаж агентства недвижимости «Любимый город». Доброе утро, Тимур. Доброе утро. Ваше агентство – это партнер форума арктического. И я даже понимаю, по какому направлению. Ну, в город приедет действительно неожиданно большое количество гостей, 1600, и всего гостиничного комплекса не хватило в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, в Приморском районе, чтобы всех разместить. И поэтому вы вместе с организаторами форума искали квартиры, да? Расскажите об этом. Действительно. Действительно. В нашем городе мероприятие такого масштаба проходит, пожалуй, наверное, впервые за долгое-долгое время. Действительно, спрос на квартиры и коттеджи в аренду в этом месяце был просто колоссальным. Но очень многим мы успели помочь. И еще надеемся, что до 29 числа будем продолжать помогать и приходить на помощь. То есть у вас еще, в принципе, есть резерв? Конечно. Это очень важная информация. Многие ищут квартиры. Многие-многие ищут квартиры. Ага. Скажите, а какие запросы у организаторов форума, точнее, какие запросы участников форума они транслируют? Например, сколько комнат должно быть в квартире? Какая степень благоустроенности, скажем так, ремонта? Какой должен быть холодильник, я не знаю, в конце концов? Вы знаете, запросы у наших участников форума, так же, как и вся наша необъятная страна, самые разные. Они разнятся от эконом-класса и вплоть до элитного жилья, которое у нас впервые за долгое время получило какой-то ощутимый всплеск интереса к ней. Конечно же, среди первичных необходимостей, в первую очередь, и это является общим для всех, это является наличие постельного белья, холодильника, микроволновки, ну, в общем-то, все те вещи, которые могут люди получить в гостинице. Транспортная доступность, например, учитывается или нет? Транспортная, безусловно, учитывается. Большинство людей, конечно же, хотели бы добираться до форума без пробок, соответственно, выбирали, оставляли свой выбор на центре нашего города, но, однако, находились такие, кто, наоборот, предпочитает удаленность от города, близость, так сказать, к природе. Им здорово подходили наши немногочисленные коттеджи в Малых Карелах, в Заострове и так далее. Ценовая политика тоже как бы разная совершенно, да, я так понимаю, что в зависимости? Абсолютно разная. Конечно, у нас среди наших клиентов от госслужащих, от госслужащих, от различных... Может быть, бизнес-представителей? Конечно. Директоры нефтяных компаний, представители посольств иностранных государств. А, это все ваши клиенты в данном случае? Конечно, конечно. Заявки поступали от самых-самых-самых разных людей. И вы устроили их, да? То есть, в принципе, вы как бы... Настолько, насколько наши ресурсы и силы позволяли. Так, давайте тогда немножко поговорим, вот от форума отойдем, поговорим конкретно о вашем агентстве. Вот вы эксперт в сфере недвижимости. Ваше агентство специализируется на работе с рынком вторичного жилья. Какие квартиры сейчас особенно пользуются спросом в Архангельске? Ну, вы знаете, специфика нашего региона и нашего агентства в частности, конечно же, это бюджетный сектор нашего рынка недвижимости. Самый ходовой товар, безусловно, это одна-двухкомнатная квартира. Если говорить о порядке цифр, то ценовая вилка у нас разнится от двух миллионов до примерно четырех миллионов. Это те стоимости, по которым мы совершаем основную нашу часть сделок. Стоит очень важную вещь отметить, что за последние годы у нас наблюдается, знаете, всплеск интереса к качественному жилью среди жителей нашего города. Люди в первую очередь зачастую обращают внимание на дом, на его состояние, а уже потом определяют, сколько приобрести комнат, квартир им по карману. К сожалению, наш фонд пятиэтажных панельных хрущевок не молодеет. Многие стараются из них выезжать, приобретать, переезжать в более современные дома. Такой запрос есть. Есть ли динамика в ценах сейчас на вторичном рынке недвижимости? Понятно, что цены упали. Сейчас, наверное, они более доступны. Тем не менее, может быть, что-то происходит, какое-то движение? Конечно. Кризис в 2014 году внес свои коррективы в нашей жизни, в нашу работу. Но стоит заметить, что во все времена, если людям необходимо приобрести жилье для того, чтобы там жить, а не, скажем, в целях инвестирования, то покупать жилье будет выгодно всегда. Потому что в первую очередь вы приобретаете кровь над своей головой. Ну и, конечно же, не стоит пугаться тех случаев, когда вы хотите, например, обменять квартиру. Потому что, разумеется, цена на вашу квартиру упала. Но и цена на покупаемую квартиру точно так же будет ниже, чем это было бы раньше. Ну вот, наверное, вы говорите о том, что большой интерес к бюджетному жилью. Можно предположить, что большинства всей суммы на покупку квартиры наверняка нет. То есть необходимо обращаться к банкам. Вот ваше агентство каким-то образом помогает, выступает посредником, помощником? Безусловно. Мы огромную помощь оказываем со всеми вопросами, связанными с недвижимостью, в том числе с ипотекой. К счастью, процентные ставки по нашим основным ипотечным продуктам вернулись к докризисным. Ипотека стала доступнее для самых разных людей. Вот прямо сейчас. Хочется сказать, что люди, когда приобретают квартиру в ипотеку, они в первую очередь, знаете, важно то, как ты к нему, как ты к ней относишься. Потому что ипотека для нас, для профессионалов, это в первую очередь инструмент, который позволяет людям решать квартирный вопрос. Как его использовать? Все будет зависеть от того, в чьей руке он, этот инструмент, находится. В нашем агентстве около шести... Наши телезрители могут обратиться в наше агентство, в один из шести офисов в Архангельске и Северодвинске, получить консультацию, оформить заявку на ипотеку. И что самое интересное, какое преимущество человек получает, обращаясь прежде всего в риелторское агентство? Он получает знания и механизмы работы рынка недвижимости. Люди зачастую не догадываются, какими возможностями они обладают, насколько они могут себе приобрести квартиру. Как, например, в ситуации, когда мы рассказываем человеку, что ему выгоднее, скажем, продать двухкомнатную квартиру сейчас, не дожидаясь рождения второго ребенка, приобрести трешку и ипотеку и закрыть, скажем, материнским капиталом в ближайшем будущем остаток задолженности. То есть вы еще и просвещаете в этой сфере, немножко образуете, можно сказать. Конечно. Такими тактиками и стратегиями мы и помогаем людям решать свой квартирный вопрос. Вы сказали, что у вас шесть есть офисов в Архангельске и Северодвинске. Ну, это предполагает, что достаточно приличный коллектив. У вас большие планы на развитие получаются? Планы на развитие у нас самые-самые огромные. Буквально на следующей неделе нашему агентству исполняется 11 лет. Хочется как раз поздравить своих коллектив. Я вас поздравляю. Благодарю. За это время мы воспитали огромное количество успешных риэлторов, продолжаем этим заниматься. У нас организована на базе нашего агентства эксклюзивная обучающая программа, которая собрала себе все наши знания в недвижимости. Мы ею пользуемся, используем их. Поэтому мы всегда рады новым людям, порядочным, целеустремленным, которым интересна новая, необычная профессия риэлтора. И полезная. Конечно. В принципе. Конечно. Снова хочу вернуться под финал к форуму. С вашей точки зрения. Вот, например, с точки зрения работы с недвижимостью. Если форум и когда форум пропишется в Архангельске и станет проходить раз в два года, это будет полезно для экономики Архангельска, для развития жилищной сферы в том числе? Вы знаете, мне кажется, это будет суперполезно. Потому что, увы, город у нас не привыкший к таким большим мероприятиям. Если где-то в верхах решат, что его нужно организовать полноценно, на постоянное время, я думаю, город это просто преобразит. Потому что к этому форуму потянутся услуги, подтянутся сервисы. И, в общем-то, это принесет исключительно пользу для нас, для нашего региона, для тех, кто здесь живет. Тибур, спасибо вам за разговор. Конечно. И еще одна тема, которая вызвала живой отклик в социальных сетях. В Архангельской области появилась новая Плесецкая епархия. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви на заседании под председательством Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла она выделена из состава Архангельской митрополии. Административные границы Плесецкой епархии проходят по Каргопольскому, Онежскому, Виноградовскому, Плесецкому районам и закрытому административно-территориальному образованию «Мирный». Епископом Плесецким и Каргопольским избран иеромонах Александр Зайцев, клирик Гатчинской епархии. Почему принято такое решение и последует ли дальнейшее дробление области на отдельные епархии, мы расспросили у митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила накануне. Прийти сегодня на прямой эфир он не смог, поскольку в это утро проводит праздничное богослужение. Предлагаем запись беседы. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте всем! Наверное, вы не можете комментировать решение Священного Синода, но расскажите о причинах появления новой Плесецкой епархии в Архангельской области. Дело в том, что новые реалии, они нам дают новые установки. Район очень такой важный, интересный. И, конечно, нужно, чтобы там началась жизнь. Жизнь более церковная, более глубокая. Когда создается та или иная епархия, то действительно совершенно другие требования к епархии, более глубокие. И я просил еще два года назад Святейшего, чтобы он в этом плане оказал содействие и помощь. Ведь много храмов замечательных, деревянных, которые нуждаются в реставрации. И когда создается епархия, то на эту епархию выделяются больше всегда средств на памятники. Выделяются средства на строительство, епархиальное управление. Замечательно. И нужен был еще, самое главное, это не просто создать епархию, а найти кандидатуру. Вот это самое главное. И здесь нужен человек, который имеет опыт. Опыт в реставрационных уже вопросах. Поэтому я обратился к Святейшему, ваше Святейшество. Помолитесь, как Господь вам положит на сердце. Нам нужен именно вот такой человек, который бы всем этим занимался. И вот Святейший нашел отца Александра, который будет епископом. У отца Александра опыт. Опыт реставрации, строительства. Когда-то он пришел в Тихвинский монастырь, и этот Тихвинский монастырь был в удручающем состоянии. А ныне он просто замечательный, замечательный монастырь. И как раз строителем, экономом многие годы был отец Александр. И понятно, что мы получаем в результате новой епархии. Мы получаем боевую единицу, мы получаем генерала, полевого командира, который участвовал в боевых действиях и знает, как все это делать. Вот, говоря таким языком военно-техническим. Плюс, когда приходит новый владыка, он всегда с собой еще двух человек привозит. Плюс опять у нас боевые единицы. Организационно выстроены как? На территории Архангельской области. Есть Котловская и Вильская епархия на юге, теперь есть Плесецкая епархия, и они подчиняются организационно Архангельско-Холмогорской митрополии. Да, конечно же. У них есть нечто свое, нечто общее. Они в плане кадровом и финансовом абсолютно самостоятельны. А мы осуществляем, как бы центральный главной офис, осуществляем именно надзор, мы смотрим, подсказываем все и делаем совместные вот такие совещания, на которых разбираем те или иные ситуации и стараемся в одном направлении работать. Это самое главное. А именно вот этот замечательный город Мирный, он особенный. Ведь не просто так. Там есть свой действительно генерал, управляет генерал Николай Николаевич. Это говорит о том, что очень важный этот узел не только для нас, вот для города, для области, для всей страны. И понятно, что нужно больше работать с личным составом, и они просят, просят, чтобы больше было священнослужителей. Не простых, а тоже опытных. А здесь такая возможность. То есть, в принципе, прихожане уже готовы к своему новому настоятелю, да? Ну, конечно. А теперь появятся какие-то задачи, которые вы сразу обозначите, да? Ну, задачи ставит Московская Патриархия. Они уже поставлены, уже все написано. С каждым годом просто задачи увеличиваются. Ну, время такое. Если раньше достаточно было просто отслужить службу там, то сейчас много чем нужно заниматься. Встречаться с людьми, заниматься и социальной работой, и просвещением. Просвещением не просто даже молодежи, а ведь и старого поколения. Многие ничего не знают о своей вере, о своей культуре. И вот почему и секты у нас рождаются, ведь не из храмов люди уходят в секты, вот это отмечено, а люди уходят те, кто в храмы не ходил. Можно я вас попрошу об одном? Вы обязательно когда-то выберете время и придете к нам на прямой эфир в какое-нибудь воскресное утро, чтобы наши телезрители могли по нашему телефону в студии позвонить, задать вам какие-то вопросы и пообщаться с вами просто напрямую. Я согласен, я согласен. Спасибо, спасибо. Всего доброго, до свидания. Небольшое уточнение. Лекция Зинаиды Курбатовой о ее деде, академике Дмитрия Сергеевича Лихачевой, пройдет сегодня в гостиных дворах в 13.30, а не в 15 часов, как мы говорили раньше. Приглашаются все желающие. На этом все. Вы смотрели итоговый выпуск «Семь дней в регионе». Хорошего воскресного дня и до встречи. Семь дней в регионе.